Продолжаем разбирать тему цикла и сегодня я познакомлю вас с еще одним видом циклов. Он называется цикл со счетчиком или for-to-do. Данный вид циклов удобно применять, когда нам точно известно количество его повторений. Оформляется он следующим образом. Сначала идет ключевое слово for, далее переменная счетчик, ну допустим переменная a, которой присваивается некое выражение. Допустим мы сначала переменной a присваиваем единицу. Далее идет ключевое слово to и выражение номер 2. Напишем здесь просто сотня. Далее идет ключевое слово do, после которого идет само тело цикла. Сейчас о принципах работы цикла for-to-do. Изначально переменной a у нас присвоено значение единица. И цикл будет выполняться до тех пор, пока a не достигнет сотни. Первый раз цикл выполняется. В a записывается единица, единица получается не достигла еще 100, условия верны. Выполняем тело цикла. После того, как мы выполнили все действия в цикле, то есть тело выполнили, цикл сам автоматически увеличивает переменную a на единицу. То есть у нас уже a присваивается двоечка. И опять же идет такая небольшая проверочка. Переменная a, в которой хранится двойка, еще не достигла сотни. Условия верны. Выполняем тело цикла. Тело цикла выполнилось. Цикл опять же сам автоматически увеличивает переменную a на единицу. Здесь уже получается у нас тройка. В переменной a хранится тройка. a еще не достигла 100, условия верны. Выполняем цикл еще раз. Опять же действия все выполнились. Опять же цикл сам автоматически увеличивает переменную a на единицу и так далее. То есть как только a достигнет сотни, то есть ей присвоится сотка, цикл увидит, что она достигла желаемого значения, и мы из цикла выскочим. То есть вот такая конструкция. Давайте сейчас закрепим наши знания уже на практике. Для этого нам понадобится компонент button и компонент label. Все они находятся на закладке стандарт. Выделяем компонент button кнопку, переходим на закладку events объекта инспектора, и создаем обработчик событий on-click на этой кнопке. Сейчас я покажу пример написания программы, которая будет считать сумму цифр от 1 до 100. То есть будет выполнять следующее действие. Имеется ряд цифр от 1 до 100. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, допустим 7 и так далее до 100. Программа будет все эти цифры складывать между собой. То есть 1 плюс 2, здесь плюс, здесь плюс, вот здесь, вот здесь, вот здесь и так далее. Так, для решения этой задачи нам понадобятся две переменные типа integer. Давайте их сейчас объявим. Пишем опять же ключевое слово var, переменная i, переменная s, тип у них integer. Изначально переменная s у нас будет хранить вот эту сумму чисел. Изначально ей присваиваем значение 0. И далее уже начинаем писать наш цикл. Как вы помните, начинается он с ключевого слова for. Далее идет переменная счетчик. В качестве переменной счетчика у нас будет переменная i. Которой присваивается начальное значение. То есть мы i присваиваем единицу. Далее идет ключевое слово to. И до какого момента будет выполняться цикл. Допустим, до того, пока i не станет, не достигнет 100. Цикл, то есть выполнится у нас 100 раз. Так, далее идет ключевое слово do. Опять же begin, end, между которыми пишется тело цикла. Как я уже сказал, переменная s будет хранить вот эту сумму чисел от 1 до 100. Поэтому мы сейчас переменной s присваиваем значение s плюс i. То есть логика здесь следующая. Изначально s равно 0. Нет, не так даже. Переменная s. В ней хранится 0. То есть 0 плюс 1. Первый круг цикла. 0 плюс 1 будет 1. То есть переменную s у нас записывается 1. Цикл выполняется по второму кругу. В переменной s у нас уже 1. То есть вот так будет s. Присваиваем значение. Здесь у нас уже единица. И цикл выполняется второй раз и уже равняется двойке. Так, плюс 2. 1 плюс 2 будет 3. В s записывается троечка. Цикл выполняется третий раз. Переменная s. Ей присываем значение. В ней уже у нас тройка. 3. Плюс цикл выполняется третий раз. Переменная. И уже содержит в себе тоже тройку. Плюс 3. s равняется 6. И так далее. То есть вот таким образом вычисляется сумма цифр от 1 до 100 при помощи цикла for to do. Далее нам нужно переменную s вывести в лейбл. Пишем лейбл 1. Caption. Присываем значение. Здесь не забываем использовать оператор int to str. И в скобках указываем переменную s. Запускаем цикл. Нажимаем на кнопку. И программа выдает нам ответ. То есть сумма цифр от 1 до 100 равняется 5050. Данный ответ является правильным. Если вы допустим не верите мне, то можете сами проверить это все на калькуляторе. Далее нужно еще разобрать еще один подвид цикла for to do. Он называется цикл со счетчиком назад. Оформляется он практически так же. Только вместо ключевого слова to у нас идет ключевое слово down to. И цикл уже не увеличивает каждый раз переменную счетчик на 1, а он ее уменьшает. Поэтому наша программа, которая считает сумму цифр от 1 до 100 применение данного подвида циклов, будет иметь следующий вид. Сразу ключевое слово to меняем на down to. Переменная счетчик у нас сначала будет равняться 100. Цикл будет выполняться до тех пор, пока переменная счетчик не примет значение 1. Идет проверка. И еще не достигла 1. Выполняем тело цикла. И уже в конце, здесь очень важный момент, переменная i не увеличивается на 1, а она на 1 уменьшается. То есть цикл сам автоматически переменную и на 1 уменьшает. То есть здесь уже будет ей присваиваться 99. Опять же, переменная i хранится уже 99. Переменная i не достигла еще 1. Выполняем тело цикла. И в конце цикл опять же сам автоматически уменьшает переменную i еще на 1 единицу. То есть в нее уже записывается 98. Опять же идет проверка. Еще не достигли единицы. И так далее. Выполняем тело цикла. То есть вот что из себя представляет цикл со счетчиком назад. Я думаю, что с циклами 4-2-2 вы разобрались. Как мне кажется, это самый простой вид циклов и самый легкий для понимания.